Какие шаги первичные необходимо осуществлять бизнесмену в случае, или собственнику бизнеса, в случае наступления кризисной ситуации? Наверное, мой совет, он будет очень прост. Не надо доводить до таких вот состояний, что у вас уже кризис на предприятии. А если уже говорить, что делать, это, наверное, надо посмотреть на то, что вы уже не сделали. Первонаперво, это увеличить продажи, то есть пересмотреть, почему у вас что-то не продается. Это опять мы возвращаемся все-таки к тому же знаменитому финансовому планированию, когда мы осуществляем какое-то финансовое хозяйственное действие. Мы осуществляем ее не наобум, а с учетом того, что нам необходимо расходовать какие-то средства для того, чтобы наш бизнес функционировал, а также для покрытия наших хотелок. Ну и плюс нам нужно учитывать, откуда идут вообще расходы и что лучше продается. Вот эти все нюансы, они сразу, конечно, видны, когда на предприятии функционирует финансовое планирование. А из ключевых каких-то моментов, что необходимо делать, ну, понимаете, еще раз хочу подчеркнуть, что нормальный предприниматель не должен доводить до таких ситуаций. Значит, у вас отсутствует знание о том, что такое бизнес, как его вести, и у вас отсутствуют профессиональные навыки в этом сегменте, в котором вы работаете. Я бы еще отметил, что, скорее всего, не хватает каких-то определенных действий, но опять же, эти действия, они появляются не откуда-то, а из тех знаний, которым вы обладаете, из того жизненного опыта. Если вам понравился ответ снова, пишите комментарии, ставьте лайки, буду рад вам чем-то помочь. Ну и подписывайтесь на канал, я там, в принципе, буду укладывать все свои ролики, так же, как на ютубе, ну, просто дублировать специально для вас. До новых встреч, пока.